всем привет меня зовут федор васильев и это проект джума сенсей урок номер 131 с этого урока я хочу дать вам на серию интересных и полезных уроков по замену редактора джума то есть стандартного редактора материалов на более мощные усовершенствованные крутой который поможет упростит вашу работу по созданию статей чтобы не прибегать к сторонним плагинам там например lightbox для картинки в общем куча сторонних плагинов можно использовать чтобы добиться какого-то красивого результата или мощного функционала сайта и это все можно сделать за счет только одного лишь редактора редактор называется drop editor он есть бесплатный также есть и платная версия но я хочу сказать что бесплатная версия очень мощная вот одним уроком не обойдемся поэтому получается серия уроков потому что там материалов объяснять достаточно много давайте это редактор установим на сайт я использую на момент записи урока джуму последней версии 372 версия компонент drop editor вы сможете скачать на моем сайте ссылочка будет в описании к этому видео как обычно мы переходим расширением менеджер расширение установить я просто перетаскиваю наш компонент в эту область джумула все как обычно здесь у нас устанавливается аналогичным способом как и любое другое расширение нам нужно дождаться вот такой вот страницы чтобы зелеными галочками было помещено ок 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 то есть все у нас установилась сразу проверим вкладку компоненты здесь у вас должно появиться вот drop editor если вы еще не совсем понимаете о каком редакторе идет речь я вам покажу то есть смотрите идем материалом менеджер материал создать материал то есть там где вы создаете материал полезный редактор то есть вот он его панель его иконочки то что мы используем передать при редактировании статьи ну или по другому материал то есть мы пишем какой-то текст мы можем здесь воспользоваться указав жирность указав там наклон то есть элементарные вещи да то есть по большому счету сам редактор он прописывает вот это все сам в коде то есть по большому счету если не было редактора это надо было все писать то есть зайдем в код здесь мы видим видим теги стронг т.п. то есть это все прописывает вот этот вот редактор и он достаточно скудный да то есть редакторов они есть разные но вот этот редактор именно мне интересен drop editor я хочу вам о нем поведать чтобы нам включить редактор здесь что мы делаем то есть сейчас по умолчанию тени мэйс редактор у вас может быть там другой джесси я его нужно отключить то есть сначала мы переходим в плагины находим наш редактор его отключаем здесь можно сразу сервисировать по включенным находим вот он я нахожу у себя на первой странице редактор тени мэйс напротив я снимаю галочку то есть я его отключаю перехожу из системы общие настройки здесь редактор у меня уже стоит то есть я потому что плагин отключил у меня по умолчанию drop editor то есть если у вас он не стоит выбираем его здесь списке нажимаем сохранить закрыть ну и теперь давайте его изучать переходим сначала посмотрим в менеджер модель менеджер материалов то есть заходим материала создать материал и вот он мы его видим характерную особенность да он такого синего цвета сразу видно редактор у нас здесь поменялся изначально кажется что он выглядит абсолютно также но здесь очень есть ряд полезных инструментов которые мы будем рассматривать и будем рассматривать в следующих уроках тоже смотрите он у нас сейчас они русифицирован давайте его русифицируем переходим компоненты drop editor мы позже рассмотрим вот что у нас здесь имеется пока это не будем трогать здесь справа переходим на кнопку настройки кликаем переходим здесь транслит здесь есть два языка english и вот ру ру напротив ру ру нам нужно здесь нажать на синюю кнопку install то есть установить русский язык здесь у нас показано константы и напротив уже у нас видите готовый период каждой строки что нам здесь стоит сделать нажать на кнопку save and close то есть сохранить и закрыть все по идее у нас должен быть здесь русский язык ну и давайте начнем изучать редактор переходим просто статью точнее я не буду создавать новую статью здесь у меня есть уже статья она называется вот статья чтобы не выводить ее на сайте она у меня же вывезено вот она захожу статью то есть уже в созданную вы можете либо создать новую либо какую-то редактировать здесь также есть кнопка вот источник если мы кликнем нам показываться html код мы здесь все удаляем кликом обратно на источник чтобы вернуться в исходное положение но здесь по кнопкам многие я буду пропускать потому что здесь вот выравнивать по центру лево-право это все понятно есть кнопка вот это отмена отменить последние действия которые вы совершали во время создания статьи есть кнопка во весь экран да и вот давайте допикс имиджис то есть по загрузке изображений здесь очень-очень есть мощный инструмент давайте его начнем с этого то есть самого верха то есть кликаем по дропикс да здесь у нас есть какая-то информация мы можем скрыть да есть кнопки добавить удаленное видео сейчас позже рассмотрим можно видите написано перетащить сюда изображение или выберите а выберите файл с компьютера то есть если мы кликнем у нас откроется окно чтобы мы с компьютера выбрали изображение я просто перетащу изображение у нас здесь сразу показана загрузка таким анимационным способом да что мы делаем дальше мы кликом мышкой по этому изображению и у нас справа появляется ряд настроек давайте постепенно изучать значит ниже мы можем вот здесь вот под изображением изменить изображение кликнув на кнопку select and replace а дальше мы можем сделать оступ сразу по русски написано слева сверху у нас по умолчанию стоит 4 пикселя как это будет выглядеть сейчас мы посмотрим смотрите граница изображение а также можно радиус это скругление и цвет можно выбрать здесь из палитры это у нас граница интересная дальше момент тень в пикселях ширина например 5 пикселей цвет тени можно задать здесь дальше мы смотрим смотрите действие по нажатию lightbox то есть это всплывающее окно вот оно и есть преимущество да не нужно каких-то сторонних плагинов у нас все есть в редакторе это очень очень удобно ссылка на материал можно выбрать то есть если мы выбираем у нас здесь меняется добавляется поставка дополнительное поле ссылка на пункт меню если кликаем то здесь появляется поле можем выбрать пункт меню то есть ссылка будет на изображение настраиваемый url то есть любую страницу можно про проставить в соответствующем соседнем поле ничего не делать подпись давайте пока рассмотрим lightbox подпись этот текст может быть который под картинкой давайте напишем дэма чтобы вы понимали где это работает показывать подпись как раз таки ставим галочку чтобы мы могли это видеть ширина миниатюра оригинал если мы кликаем то вот здесь вот в предпросмотре если мы прокрутим наверх картинку нас будет в оригинальном размере если выбираем миниатюра она уменьшается маленькая но мы можем задать размер миниатюры если нам нужно точно управлять этим размером если нам нужно управлять значит размером миниатюрки мы здесь выбираем новый размер и в появившемся в появившейся новых полях мы пишем значит ширину и высоту то есть я например беру 300 на 300 пикселей название файла можно прописать то есть но нам нужно сохранить пропорции да поэтому нам нужно здесь не квадратное изображение здесь нужно конечно смотреть если нас не устраивает миниатюра то мы должны здесь рассчитать правильный размер что у нас красиво смотрел после этих изменений если нас все устраивает мы нажимаем здесь на кнопку применить обязательно дожидаемся когда у нас вот высветится здесь видите сохранить потом на крестик кликаем закрываем эту надпись сохранить а далее у нас ниже есть позиция мы можем выбрать то есть где чтобы изображение отображалась уже у нас на странице изначально как обычно по левому краю можно выбрать по центру и по правому краю ниже у нас отдельным блоком выведена заголовок это для скорее всего alt для тега alt да то есть изображение нас называется 9 поэтому здесь и стоит девятка здесь можно прописать и название изображение изменится замещающий текст и название файлов вот она есть как раз 9 но мы можем прописать заголовок скорее всего это будет а то есть от надо смотреть и прописать и смотреть в коде если это в теге alt то значит это это поль но я скорее всего думаю что этот как раз это поле есть то есть тег alt это для уже seo да для seo оптимизации то есть как если вы в этом блоке параметры какие то изменили здесь есть своя кнопка сохранить чтобы у нас все применилось нужно обязательно нажать здесь сохранить и дальше чтобы это все вставилось у нас на сайт давайте вставим пока посмотрим и дальше продолжим чтобы у нас все это сработало вот здесь наверху из кнопки удалить выбранный выбранное изображение или вставить эту картинку кликаем вставить эту картинку мы видим уже здесь даже в редакторе что видите появилась такая тень это не просто так это действительно в редакторе мы это сделали ну давайте посмотрим как это выглядит на сайте здесь мы нажмем статье сохранить еще раз идем на сайт обновляем страницу изображение у нас здесь стало нормально вот слово дмит этот текст который под картинкой смотрите у нас есть пальчик если мы кликнем на изображение у нас очень красиво в лайтбоксе открывается с крестиком закрыть все по-человечески экран затемняется и в полном размере картинка отображается вот обратите внимание просто за счет одного редактора мы можем уже делать такие серьезные вещи то есть без редактора нам пришлось бы ставить кучу плагинов там плагин для лайтбокса там есть много чего еще полезно в этом редакторе мы по ходу уроков будем это все разбирать есть там очень важный параметр как разделение на колонки очень многие новички могут сталкиваться такой проблемой здесь упрощенный вариант как контент разбить на несколько колонок без особого без особых заморочек обязательно дойдем до этого но это еще не все что можно сделать смотрите как как нам и редактировать вот например тень нам нужно сделать темнее или отступ тени чуть больше как ее здесь редактировать во первых если мы зайдем в источник мы видим здесь уже прописывается сам автоматически весь этот код который мы с вами делали мы просто ставим курсору вот рядом с изображением то есть и удаляем изображение или просто выделяем изображение удаляем или может зайти в источник убедиться чтобы здесь не было никакого кода лишнего просто убираем изображение у нас эти настройки сохранились мы нажимаем опять вот на этот droppix images у вас здесь он будет куча ваших изображений которые вы потом загрузить сюда здесь вы просто кликайте по этому же самому изображению и все что вы сохранили у вас здесь сохраняется вот видите тень 5 я делала над так и есть тень 5 смотрите делаем тень 10 делаем ее черный вот бывает такое что так вот слетает опять по изображению кликаем 10 цвет черный обязательно ниже нажимаем на кнопку применить здесь мы где написано зеленым сохранить по крестью кликаем его здесь кликаем ok еще раз кликнем по изображению от тень 10 цвет черный нажимаем опять вставить эту картинку уже прямо здесь вы видите изменений у нас применились тень такая черная и как бы дальше немножко находится от изображения опять мы это дело все удаляем опять кликаем droppix потом выделяем наше изображение нам нужно еще больше делаем 20 прокручиваем ниже нажимаем применить нажимаем вставить и видите тень еще дальше находится сохраняемся давайте посмотрим на сайте разницу то что было обновляемся вы видите когда ну уже смотрится некрасиво конечно просто нам показывал как все это дело редактируется вот что делаем мы дальше опять картинку я удаляю потому что я сейчас подредактирую еще раз выбираем изображение тень я оставляю 5 а также вы можете играться с отступами если вам нужно больше отступа задать что здесь еще интересно здесь интересно например вы помните мы выбирали миниатюра оригинал здесь напротив еще есть такой карандаш предактировать если мы кликнем по прямо по карандашку то у нас открывается такое изображение где мы можем применить размер и новые задавку здесь вот параметры нажать на кнопку применить инструменты смотрите обрезка отражение их печико на отражение смотрите изображение у нас начинает отражаться таким образом вертикальные отражение вот вы видите изображение переворачивается поворот во все стороны отменить изменения и обрезка как работает то есть я просто на вашу мышное изображение выбираю зажимая лево кнопку мыши тяну выбираю нужную область отпускаем мышь у нас появляется вот эта светлая область останется темная обрежется вы видите если на вашу мыши вновь на эту часть зажимали его кнопку мыши могу двигать чтобы выбрать нужный фрагмент который нужно сохранить и за маркирочки если на виду мышь можем так тянуть и ужимать или увеличивать область обрезки то есть например вот так вот да чтобы применить нажимаем на кнопку обрезать и вы видите вот она применяется картинка обрезается нажимаем сохранить вот она у нас вот здесь вот в миниатюре видно что обрезана давайте посмотрим вставим вот здесь тоже видно что обрезана нажимаем сохранить идем на сайт обновляемся миниатюра обрезанная а полное изображение наше оригинальное но в таком же состоянии остается то есть не обрезается ну вот что касается изображение смотрите давайте еще продолжим также его здесь выбираем заходим то есть видите карандаш кто напротив миниатюры мы заходим и редактируем именно миниатюру да то есть мы можем зайти также в оригинал и вот редактировать то есть это будет только оригинал выглядеть именно с вашими параметрами мы сейчас редактируем именно миниатюру здесь есть классная вещь как фильтр смотрите мы просто ниже вот за ползунки двигаем и посмотрите картинка затемнилась да то есть как на фотошопе вот вы видите да то есть контраст меняется там как-то затемнить изображение осветлить здесь уже можете подогнать так как вам нужно смотрите вообще цвет меняет и внизу можно выбирать всевозможные эффекты смотрите из списка здесь конечно черно-белое чтобы хорошо разбираться нужно вам здесь достаточно много посидеть потыкать по разные эти параметры чтобы потом более-менее ориентироваться но я вам сразу хочу сказать что я не совсем доверяю вот этим вот настройкам именно системы потому что возможно это может быть вызовет нагрузку на сайт и это будет утяжелять сайт лучшее изображение всегда я считаю подготовить так как вам нужно оптимизировать его на фотошопе или других редакторах и загружать уже таком виде в котором вам нужно а самое первое это должны быть размеры то есть правильные размеры нужно сделать на фотошопе но так как мы изучаем этот редактор поэтому показываю как здесь все работает ну здесь понятно здесь я нажимаю отмена вот то есть также вы можете по карандашку кликнуть и выбрать какой элемент вы будете редактировать а вот что еще интересно смотрите ссылка например на пункт меню если выбираем то здесь вот появляется новый список не спадающий и например здесь я выбираюсь пункт меню то есть здесь будут ображаться все ваши созданные пункты меню я выбираю форум и причем смотрите открыть в lightbox это интересно давайте это делаем мы все сохраним вставить значит на сайт сохраняемся идем на сайт обновляем страницу смотрите кликаем на картинку и во всплывающем окне у нас отображается пункт меню форума то есть мы могли просто сделать чтобы ссылка открывалась а еще это если вдруг понадобится во всплывающем окне я что это очень очень круто еще кстати не обязательно удалять элемент чтобы его отредактировать вы можете просто по нему кликнув мышкой нажать на droppix например мы что-то изменили сделали тень 10 нажали применить вставить ведь у нас тоже самое изображение то есть такое же рядом не добавилось можем просто так даже быстрее получается да и возможно вот здесь на применить можно не нажимать давайте проверим тень делаем 5 и нажимаем вставить сохраняемся потому что я делаю скорее всего лишние действия сейчас я попробую еще раз отредактировать если сейчас тень 5 значит у нас все применилось да у нас тень 5 поэтому ниже вот здесь мы применим не нажимаем что касается вот вот этой области там где нас действие по нажатию здесь скорее всего или у нас вот эти редактирование здесь мы нажимаем применить также здесь есть классная возможность вставить видео с youtube и например если мы кликнем в пустом в этом пространстве у нас настройки уходят исчезают сворачиваются да и добавить удаленное видео смотрите давайте посмотрим если мы кликнем на эту кнопку всплывающем окне есть пример мы можем вставить видео с youtube и мил и а какой-то для меня неизвестный сервис я перехожу в youtube просто захожу в свой ролик беру прямую ссылку на данный ролик перехожу значит в наш сайт вставляем просто тупо вот так вот ссылку и нажимаем сайт ждем он ролик появляется у нас здесь же если мы кликаем по данной миниатюре с роликом у нас также здесь есть настройки и смотрите что примечательно мы можем прямо здесь заменить миниатюру для нашего видеоролика то есть если нас не устраивает он ставим вставится на сайт именно так как он здесь выглядит ведь некрасивые черные полосы и именно миниатюру на видеоролик мы можем заменить прямо в редакторе для этого мы кликнем ниже на кнопку сели во всплывающем окне мы выбираем ту картинку на котором хотим заменить выделяем ее нажимаем открыть ждем подгрузку вы видите здесь она у нас изменяется то есть именно та которая нужна видно убрались черные полосы она поменялась здесь слева также и здесь они же аналогичные настройки отступы граница тень а также действия открыть окно в лайтбоксе есть заменить изображение видео файлом открыть видео в новой вкладке открыть в лайтбоксе это интересно открыть где ниже выбираем тоже окно новое окно или лайтбокс выбираем ну и аналогичные настройки дальше везде нажимаем вставить нажимаем здесь сохранить переходим на сайт обновляем страницу видим наша миниатюра кликаем по картинке во всплывающем окне у нас при спокойненько открывается видеофайл нажимаем play и при спокойненько можем смотреть видеоролик здесь все есть ссылка во весь экран и кнопка закрыть то есть все достаточно интересно далее кликаем опять droppix смотрите здесь мы можем мышкой вот так перемещать менять местами наши элементы я не знаю зачем это может понадобиться здесь закроем окно что сделать если мы хотим рядом вставить да вот у нас две картинки простая курсор мыши клику рядом с нашим видео перехожу droppix кликаю по изображению нажимаю вставить эту картинку вот она рядом у нас вставил точнее она у нас вставилась именно то есть можно вот так вот перемещать вот вы видите местами перемещаю если вдруг это понадобится но это самое такое убогое что можно сделать дальше мы рассмотрим более интересные варианты также по касательно видеофайлов самом низу не забывайте меняет заголовок у меня некрасиво здесь стал можно что-то с вами написать видим тип видео youtube здесь показано и наша сама ссылка которую мы вставили она также ниже мы можем перейти прямо здесь по ссылке нас перебросит в новом новой вкладке на данный ролик youtube а на этом данный урок я заканчиваю получился достаточно уже длинный надеюсь для вас урок был полезным если это так поддержите меня пожалуйста лайком и подпиской на канал чтобы не пропустить новые крутые видосы обязательно продолжим в следующих уроках рассматривать данный замечательный редактор под названием drop editor на этом здесь все и до нового видео если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумли неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую и так если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь вы Субтитры создавал DimaTorzok